В муку добавляем яйцо, тростниковый сахар, молоко и масло, при этом тщательно перемешивая тесто венчиком. Все ингредиенты будущего кулинарного шедевра для участников мастер-класса подготовили заранее, отмерив необходимое количество. Те, кто закончил с тестом быстрее остальных, уже разогревают блинницу и пробуют поджарить ароматные панкейки до золотистой корочки. За процессом пристально наблюдает Татьяна, помогая их правильно переворачивать. Рецепт простой, из простых продуктов, чтобы они смогли это дома повторить. Я не стала брать рисовую муку, все вот эти необыкновенные сиропы топинамбура. Цель, чтобы они смогли это сделать дома все. Ребята все замечательные, они все выполнили, у них у всех получилось, украсили эти десерты. Мне казалось, что всем очень все понравилось. Выпекали панкейки по очереди, комната постепенно наполнялась волшебными ароматами. Финальный этап готовки – украшения. Для декора подготовили ягоды и разные присыпки. Миксовать их можно было в любой последовательности. Это уже второй мастер-класс от шеф-повара. В свою первую встречу участники готовили традиционный английский десерт – трайфл. Мне занятие понравилось, очень познавательное. Можно научиться помимо патрубодов что-то еще готовить. Очень познавательный, интересный. И шеф-повара Татьяна нам, по невозможности, конечно, всем время все уделяет, объясняет, что не так. Следующая встреча будет тематической. Участники научатся готовить новогодний салат. Подобный формат они приняли с энтузиазмом и с нетерпением ждут новых занятий. Проводить их будут два раза в месяц, по вторникам до лета, все на той же площадке молодежного центра. Вообще клуб «Лотус» существует с 2005 года, то есть уже 16 лет. И на протяжении всех этих лет мы ищем постоянно новые формы работы, которые были бы интересны. Молодежи с инвалидностью, какие-то поездки, мастер-классы и просто мероприятия. Также молодежный центр поддерживает инициативу ребят с ОВЗ инвалидностью, поэтому приглашаем всех ребят вступить в наш дружный клуб. Подробнее о работе клуба «Лотус» можно узнать по телефону 99-118. У кулинарных встреч уже появилась своя традиция – завершать их чаепитием и дегустацией приготовленных блюд. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.